Доброе утро! Моё утро началось с того, что я просыпаюсь и слышу, что где-то громко орут дымовые датчики. И слава богу, что они сейчас есть во всех квартирах. Но слышно было сильно на весь район. Я так и не поняла, откуда, с какого именно дома. Сейчас, кстати, Саша как раз гулял с Булкой на улице. Наверное, придёт, будет в курсе. И вот уже как минимум 3 или 4 машины, судя по звуку, подъехали. Нигде здесь, слава богу, ничего не видно. Но вот люди стоят на балконе, куда-то смотрят вдаль, не знаю. Ой, я всё время этого так боюсь. Очень это всё страшно. И я в душе всегда очень радуюсь, что мы живём на нижнем этаже. И что в случае чего мы можем тупо выйти из любого окна, из любой двери. Что, Милана? Ты уже в курсе где-то? Что-то горит, похоже. Нет, это очень это у Али у меня уже. Она же подмишает. Она сказала, что они тостер выбросили. Тостер выбросили? Да. На улицу? Горел, да. Это тостер горел? Что-то они с тостом делали, наверное, тосты делали. У меня тоже бывает, когда я с духовкой увлекусь. Или там ещё с какой-то духовкой, с чем-то там, с готовкой. И на кухне у нас датчика нету, но бывает, что дотягивает. Вон, приехали здесь, смотри, смотрят. Ну, я как бы сразу выключаю. Он же выключается. Они что ли не додумались? Он спокойно ходит. Наверное, и правда тостер. С улыбкой на лице даже смотрю. Ну, слава богу, обошлось. Так вот, у нас был случай, когда мы только приехали, первый год в Германии жили. Саша был в рейсе. Я ездила на языковые курсы. А Милана тогда ещё не была. Я была беременная. Был Тимур и Артём. Вот Артём ходил в садик. Мы с Тимуром ездили на мои языковые курсы. И мы как-то возвращаемся со школы с моей на автобусе. Дорога перекрыта полностью. И в тот район, где мы жили на тот момент, кто вот из Ахина, то знает район. На Пройсвольд мы там жили. И вот туда въезд полностью перекрыт. Едет пожарная за пожарной, скорая за скорой. То есть я понимаю, что случилось что-то ужасное. Я не понимаю, что случилось. Никому ничего не говорят. Я понимаю, что у меня там Артём в садике. У меня такая в душе внутри паника была. Когда ещё ты немецкий знаешь, очень-очень плохо. Я ей только пару месяцев ходила на эти курсы. Но и в принципе никому ничего не говорили. Из автобуса не выпускали пешком идти домой. То есть всё стояло и только мочили машиной за машинами. Наверное, пожарных там, не знаю, 5 или 6 было. Скорых столько же. На самом деле тогда было всё ужасно. Тогда горел жилой дом возле дороги. Не многоквартирный, а обычный дом. Двухэтажный, по-моему. Ну, на одну семью. И тогда сгорело трое или четверо детей. Был очень сильный пожар. И получилось так, что это были детки. Двое, по-моему, из Артёмкиной группы. Из садика. Один, наверное, школьник. Ну, в общем, такие небольшие дети. Просто в тот момент они плохо себя чувствовали. И не пошли ни в садик, ни в школу. Что у них там был ротовирус или что-то такое. В общем, какая-то инфекция. И, значит, мама с папой и с маленьким совсем ребёнком были на нижнем этаже. А на верхнем этаже вот дети затеяли какие-то игры с огнём. И внизу, когда родители вообще поняли, что что-то происходит, там уже всё, я так понимаю, горело конкретным пламенем. В общем, это всё ужасно. Я помню, вот тот переполох вообще во всём городе. Вот тогда начали. У нас тогда ещё не было в квартире этих дымовых датчиков. И вот тогда начали всем усиленно ставить везде их постепенно. Получается, вот мы в той квартире жили в течение, наверное, месяца или двух. Поставили и нам. Ну, мы не сами ставим, нам ставят тот, кто сдаёт квартиру. Фирма. Мы, как правило, всегда фирме снимаем. Потом мы переехали в другую квартиру. Там тоже не было, но в процессе, пока мы там жили, там поставили их. И потом переехали в третью квартиру. И тоже так просто получалось интересно, что как только мы приезжали в ту квартиру, их ставили. То ли потому, что у нас детей на тот момент уже было много, трое. И как бы понимаю, что ставили везде, но, может быть, в приоритете начинались те, где больше детей. Ну, в общем, да. Но теперь уже, мне кажется, везде они есть. И это, конечно, здорово. Потому что, ну, хотя бы можно среагировать. Ух, а с ума сходит. Нагрызла там бумагу. Так же прям няу. Да, сейчас такие гонки у неё были. Милан, собери бумагу после этой булки. Это от обуви. От новой какой-то кусок лежал. Комок, знаете, она разгрызла вон в клочья. Думали, чем сегодня заняться, пойти, какой в поход. Клубнику наконец-то съесть, собирать, либо на дачу. Ну, как-то пасмурно, знаете, небо затянуло. Вроде и дождя не обещали. Для прогулок, в принципе, нормально. Но Саша уже увлёкся монтажом. А я думаю, попью сейчас чаёк. И приберёмся мы у Миланы в комнате вместе. Покажу вам пока мои цветы. Они не померли, всё в порядке. Было жарко, немножечко подсохли. Но у меня такое ощущение, будто вот эти вот цветы, они как-то всё время полностью обновляются. То есть вот они шикарно цветут, цветут. Их много. Потом оно всё усыхает. Дают вот эти вот новые, вот все вот эти вот побеги. А не то, чтобы просто дополнительно цветы. И тогда заново опять расцветает. Вот смотрите, сколько новых выросло. Свежих листиков. И сколько цветов ещё будет. А эти, которые до этого отцвели, вот они просто по краям как бы остались. Не знаю, как-то странно происходит. Это я всё никак не вырваю, не посажу ничего другого. Надо вот как раз вырвало, сейчас выброшу. Ну и вот это у меня, смотрите, как разрослась конкретно. Эти тоже что-то ожидают, ожидают. То ли я их в жару перелила. Но новые здесь тоже, конечно, растут вот много. Ну и вот эти вот такие страшненькие пока. В общем, не знаю, что-то будет. Что-то будет явно. Ну а помидоры у меня цветут, растут. Скоро буду собирать урожай. Вон, видите. Ой, а здесь сколько. Вот это я понимаю, конечно, да. И здесь цветут. А я даже не подвязываю, просто он лёг вот так вот. И пускай лежит. Интересно, до каких пор он ввысь пойдёт до соседей. Так. Давно не пользовалась этой штукой, да. Вот поставила туда курицу, морковку с луком. Будет у нас куриный бульончик насыщенный. Я думаю, за полтора часа он будет пипец насыщенный. А мы пока пойдём с Миланкой убирать в шкафу. Что, настроение такое? Заждалась? О, Милана подготовилась, пока я ходила туда-сюда. Уже всё вывалила. Я говорю, доставай ящик. Будем туда складывать, что тебе маленькое. Хотела явно включить музыку, но что-то пошло не так. Ну, Милан, давай, продолжаем. А то, знаете, вещей много, но половина из них уже не носится. Не нужно убрать лишнее, иначе мешает. Уже новые, которые поутюжены, некуда складывать. Милана, злиться, что я выпрошула. Всё, Милан, давай, приступаем. Ну, что это за песня? Мама сейчас в башке фонить начнёт. Милана, вырубай. Я привыкла, а я так лучше. Тебе так лучше? У тебя в голове, наверное, тоже... Да? У меня оттуда песня образуется. Она спустится. Короче, всё, с пола взяли, по стопочкам разложили. Давай с вешалочками потом разберёмся. Там трусы, носки Милана складывает. На стопочке с одеждой. Вот с этой тёплой. Вниз, да, туда ты будешь ложить? Самый. Самый низ. Потому что зимняя будет. Зимняя. Держи. Всё, надо шкаф Милане поменять на такой, как у Тимура мы с ней. Потому что у меня ещё нет. И вот эта полка ей уже надоела. Этот шкаф не очень практичный для её возраста. В общем, можно его убрать. Поставить такой, как у Тимура. Он, кстати, уже, но как-то выше, глубже, что ли, вместительнее. И в одной части вот у Тимура там всякие вещи лежат, а в другой части одежда. И этого вполне достаточно. Правда. Там выше ещё не помещается? Хотя ладно, что, две стопочки положи просто. Держи. Как выше? Не, нормально, нормально. Ну, ещё самый удобный шкаф. Допустим, там бы ещё могла быть полочка, да? Ну, отдельно, конечно, можно сделать. Ну, тут ещё, в принципе, есть место, да? Ну, да. Вуаля, готово. Ну, у Миланы, конечно, тут полный шкаф, места нет. То есть ещё вот это вот всё в стирку нам нужно закинуть. Там то, что мы выбрасываем. Там то, что маленькое, но ещё кому-то можно отдать. В общем, я думаю, тут на самом деле половину ты носить не будешь. Это просто то, что ты у Тимура забрала. Майки какие-то. Ну, ладно, что мы решили, это то, что нам нужно завтра, наверное, сходить в город и купить нормальных много вешалок, потому что эти уже многие маленькие, они все в разнобой, с них одежда слетает. Нужно в Тики-Макс, наверное, зайти и купить несколько упаковок. Нам вот бархатистые, потому что на них одежда задерживается и не слазит. Они вроде такие, не такие громоздкие, как деревянные, но они не гладкие и очень хорошо одежда на них держится, да? Ну и вот там. О, у меня уже слышно, пар выходит, бульон сварился, пойду суп доваривать. Так, бульончик сварился. О, такой наваристый, процедила. Сейчас нужно по-быстренькому всё остальное туда и курицу разобрать. Как раз он сварился, как только мы закончили. Так, всё, готово. Оказалось, зелени дома мало. Вот последнюю петрушку высыпала. У меня просто в морозилке всё время есть. Когда ты знаешь, что у тебя всё время есть, в общем, забываешь, что она у тебя заканчивается. Суп готов, сейчас настоится, будем кушать. Три литра почти получилось. Как раз нам раз поесть, потом можно погреть ещё кому-нибудь на пару порций. Да, это то, что осталось от курицы. Не знаю, ещё немножко поперебираю, может, собакам. Вот это вот я филе собакам, да, не смейтесь. Но оно более сухое. Суп мне не нравится, когда филе. На самом деле тут всё настолько мягкое, что можно прям с костями было давать собакам. Посмотрите, видите? Вон оно всё ломается. Ну, не, мы не приветствуем такое. Ну, припайдей, да, видите? Вот, прямо они раздавливаются, кости. Я, в общем, им и филешку, и морковку варёную, и лук. Сейчас вот всё перемешаю. Чуть-чуть остынет, буду угощать. Всё, друзья, я решила, что пришло время. Спустя 3 или 4 года пользования посудомойкой, я решила, что пора снять плёнку. Да, это может показаться кому-то диким, но мне казалось нормальное и с плёнкой. А теперь, думаю, вдруг она уже скоро сломается, а всё ещё стоит как новенькая. Пускай уже царапается, ладно. Причём, что я не из тех людей, кто держит пульт в пакетике, хотя что-то логичное в этом есть. Например, кнопки не стираются, да? Потому что когда без пакетика, через время на некоторых кнопках уже цифры не видны и назвали. Ну, вот видите, в данном случае мне захотелось. Ну, она так прям хорошо держится. Не сдаётся. Последний слив. Смотри, она оказывается красивенькая. Оп. А куда это что? Ты видишь, у мамы новая посудомойка. Не новая. Новая? Сара, ты просто блан снял. Не забыла, специально я снимала. Кто там моя девочка? Кто там моя девочка? И кто же там твоя девочка? Что там приезжает? Булочка? С изюмкой? Булочка с изюмкой? Я пока вздремнула, у меня этот перерывчик небольшой был. Я, смотрю, Александр террасу подмял, да? Да. Надо листья было, я не знаю, куда их. Куда? Куда? За забор, куда? Или как Био, или как они тут? Ну, верно, Био. Булочка нюзишь, лёдька её, боже мой. Покажи, что у тебя за прыщик? Что у тебя за прыщик под носом там? Ай, стесняется. Стехно. Стехно, стесняется. Мы сегодня весь день, короче, отлентяйничали дома. Саша предлагал поить ехать в лес погулять, а я говорю, сейчас я вздремну полчасика. Что-то не пошло. Кстати, смотрите, у меня здесь как эти, как эти цветы называются? Они гортензии? Или? Красиво в этом году цветут. Обычно они не очень. А тут Саша их обрезал, наверное, в прошлом году, да? Или что, что-то им понравилось, короче. Я их весной обрезал. Весной. И вот начали цвести. Ладно, я пойду тогда, знаешь, что, бельё развешу и снова стирку включу. И ты не отвезёшь сегодня дальше? Сегодня домашний хороший день получился. Я, допустим, влог смонтировал последнюю, ну, пятую часть. Наконец-то. Потренировался. Убрал на террасе, в общем, я здесь и там подмел. Так что тоже неплохо. Молодец. Так что нельзя сказать, что прям совсем. Смотри, что у меня на губе. Герпес? Не вижу ничего. Не видно ничего. Видите? Короче, я сейчас кушала персик. Чувствую, внутри что-то щипет. Не, мне кажется, герпес он снаружи. Не бывает? Бывают эти язвочки такие от вируса. Виды, да, такие? Нет, у меня просто здесь вот в мае был. А сейчас я кушала персик, и я чувствую, там что-то пощипывает. Какой-то волдырик прям вот здесь вот внутри. Если там какой-то вирус попал, а тебе микробный, то может быть язвочка. Не хотелось бы. Ну, они походят. Они болючие подо. Просто вопрос, почему все именно с правой стороны? Вот, смотри, мне кажется, у меня клещ. Прямо там, прямо сейчас вот резко заметил. О! Смотри. Видишь? Ой. Фуль, подожди, не тряси. Не видишь? Настоящий? Не. Напился уже, смотри. О! Классно? Ой, нет, Саша, надо сжечь, наверное. Давай зажигалку. А зачем? Ну, чтобы, ну, не разносить дальше. Не дави его руками. Где цепанул? Ну, это не папин. Твой, да? Нет, это булкин. Да, только что, короче, я булку чесала. У булка выбежала. Чешу, чешу и чувствую, там что-то не то у нее, возле шеи. Вот здесь вот. А Саша, говорю, смотри, клещ, по-моему, и да. Саша выдрал, и булка что-то загинула. Я решила, ну вас. Бух, она съешь. Не надо, Саша, ну успокойся. Там же зараза, она может разносить клещ. У нас не заразные. Ну, лайм могут. Вот, у нас здоровые клещи, вот такие. Приезжайте к нам за клещами. Горит, нет? Он не будет, он так, так, сделал все. Он что, уже сделает цик? Ну, улопнул, по-моему, да, уже было. Да, улопнул. Он уже бы точно не выжил клещам. Я однажды, мы когда жили в Риге, у нас была другая собака. Йорк у нас, подожди, Нью-Йорк. Да. Нью-Йорк у нас был. Нью-Йорк, у нас тоже той уже тогда был. У меня такое ощущение, будто это Маврика все-таки был клещ. В общем, не знаю, кто-то из собак, видно, цепанул клеща. Он уже напился. Он такой, знаете, размер был с циквенную семечку, наверное. И уже отвалился. Я только смотрю, по полу какая-то изюмина ползет. Я даже не думала, что это клещ. Я в шоке была. Вот ты в деревне не росла. Миланка. Подпали сейчас. Вот таких выдергивали. Серьезно? По приколу просто. То и не выдергивали, они бегали сами, с животным ничего с этого не будет. Ну, бывает тоже, Саша болеет просто. Таня. Ну, как он тебе скажет? Вот так он булкой их цепляет. Ну, у нас в деревне ни одна собака не болела. Ну, не сдохла от этого. Ну, честное слово. А клещей у них по 10 штук бывало на шее. Они бегали по деревне. У них еще эти лосины, лосиные какие-то? Нет, я тебе про клещей говорю, а не про лосиную вошь. Лосиная вошь – это другое. Да, они не сасывали. Ну, бегали, как и жерель, а на них эти клещи висели. Хоть бы хны им всем было. Серьезно? Но в те времена, Саша, обрабатывали леса. Это уже никогда не обрабатывали, Таня. Уже... Милана, ты сейчас себе пальцы спалишь. Я тоже себя много собирал. Пошла с Маринова искать. Сейчас хуже стало, да? Ну, и девочек вам покажу. Давно не показывала тоже. Они у нас здесь выгуливаются, да? Выгуливаются девочки-красоточки. Одна красоточка и вторая красоточка, да? Вот у них самая любимая трава, вот что ни говори, это вот эта вот обычная осока. Да? Соня, самая вкусная, скажи, это вот эта вот трава. И если я помню раньше, помнишь, как у нас тут все зарастало, ты газонокосилку привозила, то теперь у нас все просто свиньи все подъедают. Здесь всякие возможности занавеса, меньше дождя попадает. Ну, здесь, да, а вообще вот здесь у нас свинки так косят, что никакая газонокосилка не нужна. Булка какая стала сильно линять, я не знаю, то ли из-за жары она скидывает. Обычно она меняет еще перед своими этими девочкиными днями, но вроде рановато, булочка стоит. И, в общем, когда она сухая, ее не так легко вычесывать. А мокрую прям шикарно. И вот, смотри, линяет просто вот рукой, когда по-мокрому проводишь. Вот, смотри, сколько я уже начесала. И это я только начала. На улице не могу, потому что она мокрая, боюсь, что простудится. Ну, она не в восторге, но вкусняшку свою получила и потом еще получит, да, булочка? Да. Какая-то булка совсем не в восторге, она просто в каменном вообще состоянии. Конечно, ее было почти нереально мыть. Мы с Миланой вместе мыли. Ладно, убери свою голову, то я сейчас у тебя задам. Мне кажется, она просто терпит. Ну да, терпит. Ой, какой-то... Это что, у нее прыщик на лыбе? Да. Откуда? Моя булочка будет красивая. Да, видишь, довольно-таки покорно себя ведет. Не восторгает. Стой, 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 пошла по поводу. Нет, мы все не закончили. Все, Бог сказал, он донулась. Это еще только часть, смотри. Сейчас руки помою, продолжим. Сейчас это все, правда, засыпывать. Тимур говорит, надо же попробовать наш холодный чай, который вчера попался. Его прям холодной водой нужно заливать, насколько мы с Тимуром поняли. Ну, Тимур, я за пальцем. Да, это совершенно холодный. Вот, просто заливаешь воду, туда пакетик, фигась, восемь минут. И время от времени его помешиваешь, ты пестрясываешь. Пахнет вкусно? Пахнет ничего. И все, и напиток счастья готов. Что еще какой-то? Просто пакетик, как чайный Тимур. Ой, ой, суп! Ой, Артем попросил погреть, пришел домой. Мама засмотрелась. Так, и просто ложить, что ли? Да, класть. Просто ложить? Просто класть. Да, закрути. Так. Потряси. И восемь минут он будет настаиваться, но нужно время от времени написано потрясывать, короче. О, все, что-то не растряси, нормально. Ну, ты бы сразу же поменялся. Вот, пожалуйста, Василь. Алиса, засекай две минуты. Ну, мы вот так будем потихоньку каждые две минуты. Ну ладно. Вот, а потом скажи в наши комментарии, я думаю, будет вкусно. По факту вкусно или по вкусу вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно. Ну, по факту вкусно. По сути вкусно. По сути вкусно. Ясно. Наш вердикт, да, булочка? Наш вердикт чай невкусный. Не вкусный. Не вкусный, Милан, чай тебе не понравился? Не. Милан. Я еще хочу. Хочешь чая? Вот этого? Да. Серьезно? Она сейчас наша с Симуром Бердикт. Булочка еще не попробовала. Ну, ты, Виталия, в надежде, что мы взбородимы. Так, я-то вспомнила, что разморозила куриные бедра. Думала, мы, может, сегодня на дачу поедем. Знаете, что-нибудь там будем готовить. Но не сложилось. И так как они уже разморозились, надо их замариновать как-нибудь на завтра. Сейчас найдем, сейчас найдем. Вот, я же из латвы приправы привозила. Там, по-моему, специально для курицы было. Так, это для гриля, для чего-то там. Вот это вот для курицы было. И это для курицы. Это просто для мяса. В принципе, это тоже с перцем и с лимоном выглядит аппетитно. В общем, какой-то из этих. Это с карри. Но это, судя по всему, с паприкой. Вот это, наверное, я использую. Тут, кстати, написано, на сколько килограмм мяса нет. По-моему, не вижу. Может быть, почитать внимательнее. Там были большие пакетики, маленькие. Это был маленький. Я просто думаю, так как я не уверена в том, что мне они понравятся. Возьму чистую, а пробу маленький. В общем, сейчас туда надавлю чесночка, соль, перец, приправку. Ну и, в принципе, все. Иногда майонезик добавляю сейчас нету. Я думаю, так будет отлично. Может быть, чуть-чуть айрана так ради смочить. Посмотрю, как сухо-несухо будет. Хотя сухо тоже можно замариновать. Ничего страшного. А завтра уже по ситуации. Либо на сковородочке, либо в духовочке. А может, на гриле вообще. В результате вывернула весь пакетик. А что там, 30 грамм всего, я подумала. Кстати, это приправы эстонские. А тут-то у меня больше килограмма мяса. Попробовала на вкус. Ну, что такое? Что там только нету в составе? Информация там есть и на латышском. Так что я все прочла, изучила. И даже не стала сюда добавлять чеснок, потому что он там есть. Вот. Чуть-чуть айранчик оплеснула. Знаете, чтобы вот так вот разошлось все. Ну и все. И завтра будет вкуснотища, да? А можно будет даже завтра пожарить. Знаете, что? Нарезать и сделать шаверму с лавашом, да? В общем, по ситуации. Какое будет настроение. Смотря, чем мы будем заниматься. Главное, что мясо уже подготовлено. Я сейчас думаю, сварю-ка я с вашей кашу. Все уже спят у нас, кстати. А у нас нету молока. Закончилось. А я же на молоке варю. Думаю, а сварю-ка я на растительном. На том, который нам попался. Вот на этом вот. Кстати, попробовала вкусное овсяное молоко. Я такое люблю. Овсяное молоко. Точнее, манка на овсяном молоке. Это, наверное, будет нечто, да? Как вы думаете, Саша заметит подвох, не заметит? Вы бы заметили подвох. Так, сейчас. Соль, сахар. Сильнее включим. В общем, завтра я вам расскажу, как все прошло. Сейчас не буду отвлекаться, буду варить. В общем, и с вами уже прощаться до завтра. Всех, друзья, обнимаю. Вот так лучше, да, Свет? Ну и увидимся обязательно снова завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok